Сладости и горячий чай. Так открываются дни культуры Смирныховского района. Поклонники прикладного искусства наблюдают за мастер-классом по изготовлению подсолнуха из кофейных зерен. Тем временем в зале областной библиотеки начинается презентация. Под музыку дети признаются в любви к родному поселку. За считанные минуты перед гостями пролетают кадры из прошлого и настоящего Смирных. Одно из самых ярких событий этого года прошло как раз в Мирныховском районе – реконструкция боев 1945 года. Бойцов тогда сыграли опытные страйкболисты и военнослужащие из местных частей. Для них специально сшили форму – и советскую, и японскую. К масштабному мероприятию готовились несколько месяцев. Специально для реконструкции были приглашены военные консультанты. Это моя была идея. Думаю, как получится. Ну, я понимал, что и жители наши, и наши гости, которые приезжали, мы не артисты, и я не режиссер, я просто мэр. Мы провели это мероприятие, и понравилось мне, понравилось гостям, понравилось нашим жителям. Можно сказать, что дети вошли во вкус такой, они себя реализовали. Туристам Смирных прежде всего советуют посетить музей и памятные места. Еще одна гордость поселка – модульная библиотека. Все страны мира, начиная от «А» до «Я», в алфавитном, если в порядке идти, принимают, как бы, приходят к нам, посещают наш сайт. У нас есть свой сайт, «Тембук ЦБС», они посещают наш сайт. Вопросы, конечно, разные задают. На что мы пытаемся, стараемся ответить, удовлетворить их интересы. Смирных овцы подготовили для жителей областной столицы большую программу. Концерт, театрализованное представление, а это выставка детских рисунков. Многие из них – военные тематики. Так память о героях оживает в работах молодого поколения. Продолжение следует...